В полной боевой готовности последние весенние сессии пленарное заседание законодательного собрания начинается строго по регламенту без опозданий. Первым, ну и пожалуй основным вопросом повестки 41-й пленарки становится доклад председателя правительства Пермского края об исполнении первого программного бюджета региона за 2014 год. Результаты прошедшего года неоднозначны. С одной стороны регион выполнил социальные обязательства перед населением и исполнил майские указы президента, с другой подошел к концу года с дефицитом краевой казны в размере 10 с лишним миллиардов рублей и неисполнением годовых назначений по большей части государственных программ края. Бюджет 2014 года мы прошли неплохо. Есть вопросы, где мы стоим впереди, есть вопросы, где мы где-то значит не догоняем как бы общефедеральные тренды, но есть вопросы, где мы очень сильно отстаем. Очень сильно мы упали по доходной части бюджета, потому что выпадающие доходы были крупных химических компаний, ситуация там с провалами, с нефтяными компаниями, где мы знаем какая была цена на нефть, но так или иначе мы свои обязательства особенно в социальной части все выполняли. Значит плохо с инвестпрограммами, но здесь как бы есть и причины, но так или иначе мы оправдания как бы не ищем. Надо над этим работать, работать надо жестко, потому что деньги выделены и инвестиции должны быть. Фактически краевой бюджет по доходам исполнен на 98,6 процентов, к уточненному варианту на 96 миллиардов рублей. Расходы составили 97,2 процента, соответственно 106 миллиардов 388 миллионов рублей. По налоговым и неналоговым доходам первоначальный бюджет исполнен на 85,8 процентов, уточненный бюджет на 91,5. Безусловно, конечно, бюджет дается тяжело, я об этом говорю и никому никогда не приукрашивал состояние дел, но с точки зрения то, что у нас фактически происходит, у нас находится в управляемом состоянии, никаких срывов в течение 2014 года по финансированию, в первую очередь, обязательных платежей у нас никогда не было, в 2015 году тоже никогда нет. Я бы не сказал, что все выглядит оптимистично, то есть есть определенное упущение, наверное, с одной из законодателей, но больше, я думаю, что все-таки это правительство. То есть ряд программ, как бы, ну можно было, в том числе и программа капитального строительства, да, могла выглядеть совершенно по-другому. И все же, по словам Юрия Борисовца, на будущее можно строить более радужные планы. Главная проблема всех задержек – это то, что исполнительная власть хромает в вопросах подготовки проектной документации. Ее нужно готовить качественнее и вовремя. И сегодня понимание между ветвями региональной власти выстраивается, и работа должна пойти в нужном русле. Более пессимистичные прогнозы депутатов, и я считаю, что становится более, как бы, значит, вжаться более за основу в действия правительства. Это позитивно. По мнению парламентариев, перед планированием бюджета на 2016 год важно поработать по налогу на прибыль. Это основная выпадающая часть, а также над инвестиционной привлекательностью. У предприятий региона есть задел на развитие, и в этом свете ситуация, когда бюджет находится в дефиците, не выглядит совсем уж удручающей. Еще одним из вопросов повестки стало рассмотрение во втором чтении проекта закона об единовременной выплате денежных средств многодетным семьям за счет регионального материнского капитала сразу после рождения ребенка. Размер 10 тысяч мы посчитали все-таки достаточно обоснованным, именно с целью, чтобы тоже, скажем так, не выгребать до конца тот размер, который у нас на сегодняшний день в законе закреплен о региональном маткапитале – это 100 тысяч. Вот, скажем так, это на кратковременную такую поддержку каких-то ситуаций, которые семья, полагаем, может испытывать. Понятно, что это добровольное право семьи, и она вправе либо воспользоваться этим законом, либо им не воспользоваться. Но мы считаем, что это абсолютно правильно, потому что все, особенно многодетные семьи, в нынешних, прошу прощения, еще раз скажу, экономических условиях, конечно же, возникают иногда такие экстренные ситуации, когда, ну вот, срочно необходимо найти деньги. Законопроект направлен на поддержку семей, в которых трое и более детей, и, по мнению парламентариев, он сможет профилактировать их уход в полу малообеспеченных. Еще одним вопросом, направленным на социальную поддержку жителей региона, является проект закона о предоставлении земельных участков некоммерческим организациям для строительства и эксплуатации наемных домов социального использования. Существует целый ряд категорий населения, перед которыми у края есть обязательства по обеспечению их жильем. Соответственно, вот эта вот норма, в случае, если дальше, я считаю, что следующий шажок после принятия этой нормы, это прерогатива правительства, имеет смысл, наверное, выходить на отдельные программы, которые, по сути дела, позволят каким-то образом улучшить ситуацию с тем жильем, которое мы готовы предоставлять по социальному найму. Краевой законодатель должен был определить в рамках обновленного федерального закона срок, на который эта земля предоставляется, и законодательное собрание пошло по максимальной планке. Депутаты рассчитывают, что между первым и вторым чтением эта планка в 49 лет устоит. Кроме того, депутатский корпус принял важные для муниципалитетов изменения в законодорожном фонде. По нормам, существовавшим ранее, средства дорожного фонда, распределяемые по заявительному принципу, могли быть запланированы только на ремонты каких-либо магистралей. По нормам их невозможно было расходовать на проектирование. Инициатива эта меняет. Получается, чтобы муниципалитет смог зайти с запросом на ресурс дополнительный, ему нужно было сначала запроектировать, то есть найти собственные деньги для того, чтобы эту работу выполнить. Но вы знаете, что особенно в сегодняшнее время средств в муниципалитетах недостаточно, поэтому мы вот этой инициативой, этим внесением изменений в закон, мы носим новый регламент, когда муниципалитеты могут расходовать средства, в том числе и на проектирование. Во втором чтении депутаты ЗАГС Собрания приняли проект постановления по итогам всей деятельности муниципальных образований за 2014 год. Одна из главных тем – это вопрос объединения. Пожив отдельно по 131-му федеральному закону, сами муниципалитеты пришли к выводу, что вместе некоторые свои вопросы решать проще. Идет вопрос об объединении администрации районов, городских округов, сельских поселений. Вот эти вот процессы, видимо, они сейчас будут набирать большую динамику. И наша задача законодательного собрания, да и федеральный центр на это смотрит, создать условия, чтобы эти процессы проходили более динамично. И в том числе, допустим, мы обращаемся к федеральному собранию с этой же просьбой, что на примере объединения двух наших округов, городских, это Губаха, Лысьва, мы посмотрели как положительные, так и отрицательные стороны этих процессов. Да, где-то прошло лучше, где-то хуже. Вот сейчас на основе своего опыта уже мы вносим изменения даже в федеральный закон. Еще один вопрос, на котором заостряли внимание народные избранники, касался охраны общественного порядка. На заседании был принят законопроект о народных дружинах. Закон начнет свою работу с начала следующего года. Документ предполагает, что все желающие, достигшие 18-летнего возраста, могут совместно с органами полиции принимать участие в общественной безопасности на территории, где проживают. Не секрет, что вы знаете, что у нас проходит и будет, скорее всего, проходить сокращение штатов полиции. Плюс у нас есть определенные проблемы с безопасным городом, это фото-видео-фиксация. Кроме того, сегодня в докладе прозвучало о том, что количество преступлений в общественных местах у нас риска растет. То есть этот закон именно может повлиять на данные все показатели. То, что закон принят на федеральном уровне, он очень широко расширил формы участия граждан в охране общественного порядка. Кроме того, в нашем законопроекте мы предусмотрели, их поставили сделать его более-менее рабочим, потому что мы предусмотрели порядок страхования и формы социальной защиты дружинников. Размер выплат будет зависеть от тяжести последствий. Сумма компенсации будет варьироваться от 20 тысяч рублей до размера пятилетнего должностного оклада участкового уполномоченного полиции. Следующее пленарное заседание в августе. На него вновь будут вынесены важнейшие для жителей региона вопросы. Поэтому работа в коридорах власти между сессиями будет продолжена.